Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вот очередная программа «Встретились, поговорили». С вами в студии сегодня я, Константин Рангс. Помогает мне звукорежиссёр Родион Золотарёв. А говорить мы будем сегодня о очень приятных вещах. Что может быть приятнее хорошего застолья? И застолье, которое не просто как бы самоцель там или цель насытится, а застолье, которое предполагает возможность взаимопонимания, улучшения взаимоотношений. В общем, короче говоря, сегодня мы будем говорить о таких удивительных вещах, как гастрономический туризм и гастрономическая дипломатия. Есть и такая. Сегодня у нас в гостях Леонид Гелебтерман. Это президент международного гастротер... ЭНО. ЭНО, да, то есть винного. ЭНО гастрономического центра и член президиума экспертного совета по гастротуризму Международной туристической организации объединённых наций. Здравствуйте, Леонид. Добрый день. Вы знаете, вот про организации объединённых наций мы в основном слышим только когда речь идёт о очередном заседании Совета безопасности. А вот иногда говорят о новостях ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это тоже организация объединённых наций. А вот про организацию WTO или UNTO мы слышим гораздо реже, можно сказать, очень редко. Ну, смотрите, значит, организация объединённых наций, она имеет ряд специализированных учреждений. Ну, в том числе упомянутая вами ЮНЕСКО. И Всемирная туристская организация ООН, если мы говорим по-английски, то это United Nations World Tourism Organization, она является таким же специализированным учреждением. Штаб-квартира находится в Мадриде. И, пожалуй, чем это специализированное учреждение ООН отличается от других, чем оно уникально. Дело в том, что там есть членство стран, ну, как и в любой другой ООНовской структуре, но в то же время там есть так называемая структура аффилированных членов или членов присоединившихся. И это уникальная совершенно вещь, когда под одной крышей, то, что называется, существует и государство в лице там, министерств туризма там и так далее, и частные компании, университеты, которые находятся в статусе присоединившихся аффилированных членов. На самом деле, больше 160 стран члены этой организации, и я практически уверен, что Латвия тоже. Ну, вот это очень интересная вещь, потому что, насколько я понимаю, ведь она способствует развитию, ставит свою задачу способствовать развитию туризма, международного туризма. Конечно. А вот иногда воспринимается туризм как просто вид отдыха. Очень тяжело бывает говорить о туризме как о важной составляющей мировой экономики. А вот с вашей точки зрения, точнее, с точки зрения объединённых наций, что из себя сейчас представляет мировой туризм? Ну, вы знаете, вы очень такую интересную тему затронули. Дело в том, что со времён последнего глобального мирового кризиса туризм – это единственная отрасль мировой экономики, которая стабильно растёт уже 8 лет. Единственная. Я даже сейчас не буду давить цифрами по поводу того, какие обороты, что каждое 11-е рабочее место в мире – это туризм. Каждое 11-е? Каждое 11-е рабочее место в мире. И о том, сколько процентов это составляет от мировой торговли сервисами, услугами, смысла в этом нет, потому что те, кому интересно, могут очень легко в интернете эти цифры получить. Я хотел бы о другом сказать, что туризм – это давно серьёзнейшая отрасль мировой экономики, серьёзнейшая отрасль. И те страны, которые это хорошо понимают, возьмём такие страны, как Франция, предположим, или Испания, ну, даже США, которая не воспринимается туристической – Как туристический объект, да? – Ну, на минуточку. В прошлом году США приняло 23 миллиона зарубежных туристов. – А, например, Испания? – Ну, там гораздо больше цифр. – Там гораздо больше. – Ну, я к тому, что даже США, которая не воспринимается с точки зрения, там, прежде всего, внутренний туризм очень хорошо развит, а международный туризм гораздо меньше. Но, тем не менее, цифры очень серьёзные. И те страны, которые занимаются развитием туризма у себя, ну, для многих стран это просто драйвер экономики. Я уж не говорю о том, что если мы рассуждаем о каких-то регионах, особенно небогатых регионах, и там, где нет промышленности, которая может тащить за собой экономику, в этих многих местах туризм, ну, просто это единственный очевидный выход. – Ну, смотрите, вот получается любопытная вещь. В Греции, да, там всё понятно, даже без климата, без вопроса климата, потому что там это наследие, историческое наследие – это один из столпов нашей цивилизации. С Римом тоже всё. В Испании тоже, так скажем, есть что посмотреть. А что делать странам, которым не повезло с хорошим климатом, и тем более у них нет чего-то такого уж совершенно уникального в плане архитектуры или там истории? Как им быть? – Ну, смотрите, во-первых, есть природа. И если мы с вами начнём рассуждать о туризме в Скандинавии, это очень серьёзная отрасль экономическая, это очень серьёзно для той же Норвегии, для той же Финляндии, да и для Швеции тоже. Пожалуйста. То есть есть туризм экологический. То есть любая страна, по большому счёту, при правильном подходе, она может найти свою нишу. Кто-то занимается развитием индустриального, промышленного туризма. – Это как? – Ну, когда люди ездят и смотрят, например, шахты. Я вам классический пример приведу. Я, в общем, неплохо знаю Соединённые Штаты Америки, учился там какое-то время. И там в Пенсильвании есть один городок. Он называется Уилксберри. Забытый людьми и Богом место, где были шахты, которые закрылись, и они остались без ничего. Но вот то, что сделал Уилксберри, в моём понимании, просто уникально. И для меня это пример. У них, как они привлекают туристов? По-английски это звучит так – nothing but blue sky. В переводе на русский – ничего, но небо голубое. Понимаете? То есть люди на ровном месте, честно говоря, у нас ничего нет. Но зато у нас есть голубое небо. И они привлекают туристов, и они из своего города, скажем так, с загибающейся экономикой и всем остальным, они всё равно его оживили, и они сумели привлечь к нему внимание. Ничего, но небо голубое. Понимаете? Вот здесь очень важен креатив. Ты никогда не можешь сказать, что я обречён, потому что у меня вот нету условно нефти, или у меня нету пляжей, солнца у меня мало. Но у тебя есть другое. И в конечном итоге любой туризм – это люди. Потому что нам, конечно, замечательно пляж, солнце, горы. Но прежде всего человек едет в другую страну для того, чтобы получить свои эмоции, свой опыт общения с людьми, которые живут в той стране, куда он поехал. Вот что ему интересно. Этот опыт. И вот тогда мы как раз и переходим плавно таким образом к эно-гастротуризму. То есть к туризму винным, может быть, пивному и гастрономическому. Ну, если мы с вами будем говорить о тех видах туризма, которые развиваются быстрее остальных, то мы с вами получаем феномен гастрономического туризма в мире. Всемирная туристская организация, он серьёзно занялась этим вопросом в 2015 году всего лишь. Был проведён первый глобальный форум под эгидой Всемирной туристской организации. Он прошёл в стране Басков, в Испании, в Сан-Себастьяне. И после этого пошли ежегодные форумы, которые набирают всё больше и больше участников и людей, на которых обсуждается гастрономический туризм в самых разных его ипостасях. Причём страны борются за место, за то, за право провести такой вот форум. Параллельно пошли такие форумы по винному туризму. Ну вот, например, в текущем году там это будет Чили. И Чили выиграл в очень упорной борьбе право провести у себя. В прошлом году такой форум, я в нём участвовал, выступал, был в Молдове. А дальше уже на три года вперёд там всё забито, страны в очередь стоят, кто этот форум будет принимать. Если мы говорим о гастрономическом туризме, то тот разброс от Перу до Таиланда. Это уникальная абсолютно вещь, гастрономический туризм, и его не надо сводить только вот к тому, что называется фудди. Вот фудди, они поехали, знают, что в Тасмании шикарный лосось. Вот собралась небольшая группа и поехала туда. Или поехала там в Намибию, в Свакапмунд за устрицами. Это тоже, конечно, гастрономический туризм, но это так называемые фудди, которых не так много в мире, и это не является определяющим. Но когда мы с вами приезжаем в другую страну, и мы хотим попробовать что? Первый вопрос, который мы задаём, а что здесь у вас такое есть особенное, специальное, что можно попробовать? Вот что любому нормального человека интересует. Более того, я вам одну цифру назову, которая лично меня привела, когда я её первый раз услышал, в шок. 55,71% людей изменили своё мнение о стране, попробовав её национальную кухню. В лучшую или в худшую сторону? О этого исследования не говорило. Я думаю, что, конечно, в подавляющем большинстве в лучшую, но я и не исключаю, что и в худшую. Но я не знаю ничего другого, чтобы так быстро могло вот так, христи, и перевернуть мнение человека. 55,7%. Ну вот сразу возникает тогда вопрос, а, собственно говоря, что же нужно предложить туристам? Вот вы побывали в огромном количестве стран, там, в южном и северном полушарии, в развитых и в совершенно диких. Вот с вашей точки зрения, как выглядит Прибалтика в гастрономической, или конкретно даже Латвия, в гастрономической карте Европы или, там, скажем, нашего полушария? Есть ли что-то такое, что вот как бы цепляет? А если нет, то почему? – Сложный вопрос, потому что я не являюсь судьей кому-то или чему-то. И я могу высказать, ну, то, что называется, мое какое-то личное впечатление. – Да, вот это интересно. – Несколько лет назад появился очень любопытный проект Евросоюза, который назывался «Балтик кулинари рутс» – балтийские гастрономические дороги. Инициировала его группа стран. Значит, лидером, там, скажем, была Эстония с точки зрения того, что этим, как модератор, занимается эстонская организация сельского туризма. Вот, замечательный Райли в углаве Менгель, очень большому энтузиасту этого вопроса. И тогда я тоже был вовлечен в этот проект, поскольку Россия имеет часть Балтийского моря. Шел вопрос, а что такое Балтийская кухня? Вот есть более-менее понятная история, если ты спрашиваешь человека, что такое средиземноморская кухня, он тебе отвечает. А вот что такое Балтийская кухня? То есть она вроде бы есть, но она никак не описана, ну, с точки зрения методологии и подходов. И, конечно же, для стран Балтии безумно важно развивать вместе с другими странами Балтийскую кухню и быть частью Балтийской кухни. Потому что самим конкурировать, ну, просто каждой стране в одиночку безумно сложно будет. Можно, но очень сложно. Гораздо проще выстроить вот такой зонтичный бренд Балтийская кухня, а потом уже внутри показывать свои специалитеты. Этот проект продолжается. Я знаю, что Евросоюз его финансирует. И небезызвестная вам Псковская область как раз является частью этого проекта. И сейчас они активно очень работают по созданию конкретных совершенно вещей, связанных с формированием региональных продуктов, с формированием системы продукта от задумки, так сказать, от культивирования фермером его до полки, до упаковки и до продажи. Очень интересный проект. Как раз он посвящен тому, как страны, связанные с Балтийским морем, развивать дальше. Это вот первая часть. То есть, что делается? Делается. Делается, и люди над этим работают очень серьезно. Что с моей стороны, казалось бы, надо делать? Вот смотрите. Ну, предположим, Рига. Довольно много разных отелей. Я не знаю, в скольких из них вот такие люди, которые приехали на несколько дней сюда, ну, например, могут получить мастер-класс по приготовлению какого-то блюда в латышской кухне. Я тоже не знаю. Может быть, кто-нибудь может нам подсказать, где можно такое получить. Телефоны прямого эфира 6721-2939, либо 6721-3939. Так что вот действительно это как раз очень хороший вопрос. Знаете, вот я приехал по бизнесу, да, предположим, на один, на два дня. У меня нет времени совершенно ходить по магазинам, но я живу в отеле. И мне надо купить подарки. Я не хочу в дьюти-фри что-то покупать, потому что дьюти-фри это, как правило, такая какая-то совсем фольклорная история, не очень интересная. Я бы в гостинице бы купил. Почему в гостинице не держать уголок фермерских продуктов или каких-то гастросувениров, которые я, как человек, который приехал, нету времени по магазинам бегать, я бы просто мог взять, купить и привезти домой. Это вот самые такие простые и очевидные вещи, которые можно делать. Можно их организовывать целенаправленно, вместе с властями. Это могут делать просто частные бизнесы у себя. Это поддержка твоих фермеров. Это поддержка сельхозпроизводителей. В конце концов, ты денежки какие-то зарабатываешь и сам, потому что турист это может покупать. Всегда удобно, да? Нужно доставлять сервис, то, что называется, прямо вот к двери. И вот гастросувениры – совершенно замечательная тема. Когда я еду из Риги, что я повезу? Вот какие я гастросувениры с собой повезу, которые были бы удобны в упаковке, которые бы не сразу бы испортились, и которые бы говорили о том, что вот я купил это в Латвии. Ну, что первое приходит в голову? Бальзам. Бальзам. Ну, хорошо. Но бальзам, он тема-то почти ушедшая. Понимаете? Они сейчас очень пытаются вернуться на рынок, креативят коктейли и так далее. Ну, естественно, совершенно, что популярность рижского бальзама на территории бывшего СССР, той, которая была во времена СССР, её не будет больше. Он, производитель должен другие пути искать для того, чтобы оставаться на рынке и двигаться. Не будет того, что это был дефицит, за которым надо было бегать из-под полы покупать. Ну, надо реалистом быть. Хорошо, рижский бальзам. Что дальше? Хлеб возит. Рижский хлеб возит. Замечательно. Должна быть очень красивая упаковка. Вот очень красивая. Может быть, мне не попалось. Я там, к сожалению, не так часто бываю в Риге, как хотелось. Может быть, есть очень красивые упаковки для рижского хлеба. Вот литовский хлеб, чёрный, в очень красивых, безумно красивых упаковках, удобных. Это я видел. Это я покупал. А вот рижский хлеб мне вот в такой вот прям, чтобы хотелось взять, упаковки я не видел. Ладно. Дальше пойдём. Что ещё? Шпроты. Ну, знаете, шпрот делать гастрономически, сувенир сложно. И это должна быть какая-то такая упаковка. Ведь, ну, если мы говорим про Россию, то в России шпроты продаются, и очень много разных шпрот. Это уже не та тема, которая, вот, знаете, она тоже уже отработана. Мы сейчас с вами говорим о каком-то наследии историческом советского периода. Надо дальше смотреть. Поколение, для которого рижский бальзам, шпроты было вау, оно уходит. Вы знаете, я возил в Финляндию, в баночках здесь продаётся серый горох. Вот здесь это действительно такой один из столпов местной национальной латышской кухни. Это сам он по себе биологический. Это дикий горох. Он действительно такого тёмно-серо-коричневого цвета. Существует легенда о том, что в своё время разводили этот горох латышские крестьяне по одной простой причине. Немецкие бароны не брали оброк с тех полей, где выращивались и запахивались в землю бобовые, ну, для повышения урожайности. Это уже было им известно. И поэтому хитрые крестьяне просто собирали вот этот вот горох, сушили, потом размачивали и его ели. Его можно было там со шпеком с салом приготовить. Это вообще очень интересное сейчас блюдо, потому что оно имеет очень низкий вот этот гликемический индекс. Оно очень хорошо для диеты, чтобы не набирать вес, а кушать бы, и чтобы кушать не хотелось. И я привозил людям, финнам, которые как раз следят вот этот здоровый образ жизни. Но проблема заключается в том, что чаще всего этот горох, вот посмотри, да, продаётся в готовом виде в здоровых 750-граммовых банках. То есть, везти их уже просто тяжело, а стоит что стукнуть, он банка лопнет. И я всё время думал, почему нет пластиковой упаковки, а второе, может быть, можно было бы какую-нибудь, так скажем, на одну порцию навеску продавать. Вы знаете, вот эта вот тема гастросувениров, что привезти из страны, что было бы связано с ней и характеризовало её гастрономическую кулинарную культуру, это очень большой вопрос. И про это надо думать, конечно. Я уже не говорю о том, что, опять же, это деньги. Вот те, кто это делает и делает это качественно и интересно, он зарабатывает. Сейчас у нас будет небольшой пиэр-эф, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь вместе с нами, мы вернёмся буквально через несколько минут после новостей и рекламы. Итак, мы продолжаем нашу программу, которая называется «Встретились, поговорили». Сегодня мы говорим о таких вещах, как гастрономический туризм и гастродипломатия. У нас в гостях Леонид Гелептерман, это, можно сказать коротко, это представитель гастрономического туризма в организации объединённых наций, точнее, международной туристической организации. Вы извините, что я так путано, но действительно какого-то короткого термина, обозначающего вашу профессию, вашу стезю нынешнюю, просто очень трудно назвать. Главный по гастрономическому туризму. Да, знаете, главный по тарелочкам. Главный по тарелочкам. Нам можно будет звонить по телефону 672-12-939, 672-13-939, высказать свою точку зрения, потому что мы сейчас как раз говорили о том, что же нужно делать в Латвии, чтобы активизировать гастрономический туризм, чтобы люди покупали больше здесь латвийских товаров. Потому что вот сейчас, как мы говорили с Леонидом, зачастую, собственно говоря, из Риги и, так скажем, сувенира гастрономического ты и не увезёшь, потому что чего-то такого оригинального либо нету, либо упаковка неудобная, либо тяжёлая слишком. Ну, в общем, короче говоря, причин очень и очень много. Думать над этим надо. Но вот какой вопрос. Вот мы упоминаем гастрономию в том числе как и средство получения эмоционального, каких-то эмоций, то есть. Но эмоции, они в значительной мере определяют и наши взаимоотношения с людьми других национальностей, других культур. И вот тут как раз хотелось бы коснуться очень интересного вопроса о гастрономической дипломатии. Я знаю, что вот вы прибыли в Ригу, у вас будет лекция завтра. Вот скажите, пожалуйста, что это такое гастрономическая дипломатия, что это за экзотика и где она вообще присутствует? Ну, во-первых, хотел бы действительно сказать, что завтра в рамках Балтийского еврейского бизнес-нетворк будет моя лекция, которая будет посвящена гастрономической дипломатии. Подозреваю, что это может быть первая лекция такого рода в Латвии. Ну и может быть и далеко не только в Латвии, потому что это тема, которой занимается не так много людей в мире. Ну вот у меня есть партнер профессора из Гонконга, которая занимается этим профессионально в Испании. Одна из студенток в Басской кулинарном центре писала дипломную работу на эту тему. В чем тут соль? Кстати, вопрос. Соль как раз, она туда же, так сказать, уходит во все эти глубину и дебри. Мы совершенно не задумываемся о том, какую роль играет скажем так, тема застольная, тема еды и тема напитков в том, что вокруг нас происходит. Ну, если мы зададим себе вопрос, где люди решают накопившися проблемы, то чаще всего ответ будет за столом. Почему? Потому что еда и напитки, они больше всего людей могут расположить друг к другу. Совместное переломление хлеба, так скажем. Например, ведь дело в том, что когда один человек хочет впустить в свою жизнь другого, может быть, до определенной степени, открыть дверь, что он делает? Он приглашает его за свой стол. То есть это самая наша такая большая внутренняя тайна, и к которой мы готовы дверь эту приоткрыть и кого-то посадить с собой за стол и посмотреть, вот он разделит с нами хлеб или нет. Вот всем хорошо известно слово компаньон. Прекрасно известно, но очень мало кто думает о том, что корень у этого слова пан на латыни хлеб. И компаньон – это как раз тот субъект, с которым ты преломил хлеб. Это в прежние времена значило гораздо больше, чем кровью поменяться. Или вот есть такое русское выражение – заварить кашу. Ведь, ну, исторически это означало заслать сватов. Но это выражение – милое продолжение. С ним даже кашу не сваришь. Что это значит? Это значит, что за стол сажали несколько человек, которые должны были о чем-то договориться, им ставили кашу, и они ели. И если ты не смог договориться даже за столом с кашей, то ты абсолютно недоговороспособный человек. С ним даже кашу не сваришь. Бесполезно с тобой вообще о чем-либо говорить. И вот этимология очень многих слов, она нас уводит к нашим корням. Для многих культур – это просто сакральные вещи. Например, в японской культуре, если вы хотите оскорбить смертельно японца, совершенно не надо, так сказать, учинять физическое насилие. Надо просто демонстративно пиалу с рисом перевернуть возле него. Это будет самое смертельное оскорбление. Традиционное китайское выражение. Мы с вами встречаемся, например, на русском языке говорим «здравствуйте» или «привет». А китайцы, когда они встречаются традиционно, они говорят «цефань лама», что в переводе означает «ели ли вы сегодня» или «была ли у вас еда сегодня». Понимаете? И когда вот такие вот сакральные смыслы идут, конечно же, мы должны об этом помнить. И, конечно, идёт продолжение. Это продолжение в современном языке называется гастродипломатия. Как какие-то страны могут себя спозиционировать или перепозиционировать, используя национальную кухню? Ну, первое, что мне в голову пришло, это получается, что когда те же самые генсеки Советского Союза приглашали зарубежных гостей куда-нибудь там в Завидово откушать, так скажем, на лоне природы кабанчика, например, или что-нибудь соответствующее, естественно, или рыбки там покушать. Это, впрочем, и сейчас продолжается, как я понимаю. Это тоже относится к этому же самой традиции – угостить, расположить к себе, чтобы, как скажем, гость расслабился, и после чего можно было приступить к разговору по существу. Да. Ну, это, скажем так, отдельные такие эпизоды, конечно, которые применяются, безусловно. И есть такой классический пример. Вот на канале «Культура Российском» был замечательный фильм, который был посвящён Ялтинской конференции с участием Розвельта и Черчилля, и Сталина. И этот документальный фильм был о том, как их там кормили и принимали. Вот совершенно фантастический фильм. Те, кому эта тема любопытна, могут этот фильм посмотреть, вот там прямо классика. И те результаты, которые были получены в результате этой конференции, они были удивительны, потому что, в принципе, такой договорённости между тремя лидерами могло не быть, если бы ситуация не была обеспечена вот очень правильной, выверенной темой застолья. Ну, мы с вами можем привести массу примеров. Предположим, поедание там в любимой забегаловке Барака Обамы вместе с Медведевым. Они сидели там за столом. Помните, наверняка это фотография, и они сидели, это ель. Или сейчас Трамп встречался с корейским лидером, и совершенно фантастический, там был на столе бургер, в котором торчали флаги США и Северной Кореи. Но, ещё раз подчеркну, это такие очень яркие примеры, очень яркие примеры, которых множество велико во всём мире. Но есть и стратегии. Вот стратегии, вот это вот очень интересное изучение, как, например, такую политику вёл Тайвань. Ну, и это незаконченный процесс. Тайваню, с одной стороны, нельзя ссориться с Китаем, а с другой стороны, они должны были подчеркнуть, что они не провинция Китая, они отличаются. Была разработана специальная программа в Тайване, которая основывалась на национальной, на региональной тайваньской вариации, там, кухни. И был прописан план, финансирование обеспечено, и они вот этим занимались. Такие программы очень успешно существуют в Таиланде. Такие программы существуют замечательные, очень продуманные в Южной Корее. Бриллиантовый пример Перу, который уже 8 лет подряд признаётся лучшим гастрономическим кулинарным направлением для туризма. При том, что там проблемы с коррупцией, и с преступностью, и с уровнем жизни, и так далее. Но громадная масса людей туда едет именно за гастрономическими вещами. Почему? Потому что они продумали политику. Они создали во всём мире систему послов перуанской кухни. И это всё вот не случайные вещи, а продуманные государством или частными компаниями государственно-частное партнёрство. Ну, то есть, в принципе, получается, что можно создать вот, так скажем, такую легендарную кухню, да, и люди будут формировать определённые эмоции в отношении этой страны. Ещё раз подчеркну, что тем термин, который появился относительно недавно, там, гастродипломатия, да, он ещё находится, так сказать, в процессе формирования с точки зрения определения. Но это прежде всего позиционирование или перепозиционирование страны с использованием её национальной кулинарии. Или, ну, если мы говорим о высоком, то гастрономии. Вот в чём фокус. И те страны, которые этому уделяют внимание, а этому уделяют внимание ведущие страны. Извините, США имеет такую политику. Да, и жена Клинтона эту политику объявляла и была одним из тех людей, которые над этим работали. Такую политику имеет Франция, безусловно. А с чего началось? А началось с того, что французские монархи по другим дворам Европы рассылали подарки гастрономические. Если мы с вами говорим о влиянии Франции, о её мягкой силе с точки зрения вот именно гастрономического туризма, то её мягкая сила в подавляющем своём большинстве основана на том, что мы даже не представляем себя хорошо, что такое французская кухня. Они говорят, что французская кухня – это же вообще. А мы даже не понимаем, о чём мы говорим. Но у нас это мнение уже сформировано, и они над этим очень долго работали. Поэтому Лион – гастрономическая столица мира. Поэтому Золотой Бакюз – это Олимпийские игры для всех поваров. Поэтому так и происходит. Потому что Франция сделала это. А вы, кстати, когда сейчас говорят о мягкой силе, очень популярно говорить о российском влиянии, что Россия использует мягкую силу. Вот в области гастрономии Россия продвигает как-нибудь свою кухню? Она использует этот инструмент? Или, так скажем, он в небрежении? Я бы так сказал, что по большому счёту нет. По большому счёту нет. Есть отдельные какие-то вещи, которые совершенно системно не связаны, я не думаю, что есть осознание того, что это может быть. Ну, я даже почти уверен в этом. Потому что я как раз являюсь тем человеком, который многое делает для того, чтобы популяризировать кулинарное наследие России. Ведь это же фантастика. Больше двухсот народов живёт в России. У каждого своя уникальная кулинария, свои уникальные продукты, свои уникальные методы приготовления тех или иных блюд. Да, и вот если мы с вами говорим о кухне, мы говорим о России, да? Ну, замечательно, что борщ. Но борщ – это не русская кухня. По большому счёту. И более того, когда мы говорим «русская кухня», мы под русской кухней очень часто подразумяем, например, татарскую кухню, которая сама по себе живёт. Конечно, есть пересечения, взаимные влияния, но у нас чёткого понимания нет. Пельмени – отлично, но пельмени – это китайская история. Да, она в России своё получила развитие и свои нюансы, – но что считать? Я думаю, что и в Латвии этот вопрос есть. Что такое кухня страны? Да, кухня страны наверняка будет состоять из кухни латышской, из кухни русской, из кухни еврейской и других народов, которые живут на территории Латвии. И богатство как раз стоит в том, что это удивительная смесь взаимопроникновения вот этих культур, которые выдаёт на гора национальную кухню. Это удивительная вещь. И в ней очень много философии и здравого смысла. Потому что, на мой взгляд, мир сейчас может спасти только кухня. Потому что другого не осталось. В каком смысле? В прямом? Не осталось. Потому что посмотрите, какое влияние сейчас имеют на умы повара. Этот вот феномен, то, что, например, Джимми Оливер сумел Макдональдс построить, посмотрите, какое влияние имеет Гордон Рамзи на умы во всём мире. Это не до всех, может быть, ещё дошло. Но когда ты хочешь, чтобы человек тебя понял, самый короткий путь, ещё раз подчеркну, это сесть и разделить с ним хлеб в воду. Но мне кажется, что ещё одна проблема есть, когда, допустим, те же самые создатели продукта создают продукт. Вот, например, мне пришлось в том же Пскове, близко от нас, пробовать очень интересный холодец. Но на вопрос, а почему этот холодец вот такой, какая есть особенность, так скажем, холодца по-псковски, ответа не было. Мне кажется, проблема заключается в том, что мы можем, допустим, сделать продукт, а вот легенду описать этот продукт, выяснить, почему он именно такой, как-то то ли руки не доходят, то ли не представляется это важным. Как вы думаете? Я думаю, что здесь, ещё раз подчеркну, я сторонник того, что должен быть программный системный подход. Что такое программный системный подход? Ну, предположим, да, там, власти Латвии решили, что гастрономический туризм – это может быть одно из ключевых направлений экономического развития. И создают программу. И тогда в этой программе будут задействованы лучшие маркетологи, уж которые, поверьте, объяснят и придумают, и расскажут, какая упаковка должна быть. Ну, разрозненные усилия, как правило, они не приводят к системному результату. Вот в чём фокус. Вот о чём я говорю. Поэтому те замечательные люди, которые сварили в Пскове холодец, они же не маркетологи. Нет. Они умеют замечательно готовить. Но кто-то должен им сказать, что, ребята, вот маркетологи, которые для вас это сделают. Кто этот кто-то? Этот кто-то – должны быть организации, которые отвечают за социально-экономическое развитие региона. Потому что это их заинтересованность. Чтобы люди стали жить богаче, чтобы производство увеличивалось, чтобы продажу увеличивали, чтобы туристы ехали. Всё системно должно быть. И о чём счёте, чтобы они платили налоги? Ну, естественно, и регион дальше развивался. Вот никак я до многих голов не достучусь с тем, чтобы люди поняли. Если ты хочешь получить результат, создай механизм. Нельзя только призывами ограничиваться. Кстати, в том же Пскове ситуация, на мой взгляд, очень даже хорошо развивается. Потому что там-то как раз у многих из тех, кто отвечает за социально-экономическое развитие региона, есть понимание. И я смотрю, там продукты, может быть, были интересные, но упаковка была никакая. А сейчас посмотрите, как они продвинулись с точки зрения упаковки. Как они перестали бояться и стали выходить на российский рынок и на зарубежные рынки со своими продуктами. Должно быть, несомненно, желание, если хотите, пассионарность, но при этом должна быть и система. А вот этой системе, получается, что это всё-таки решение, которое должны создать систему, должны местные власти, да? Либо всё-таки есть какой-то международный вот этот орган, который может помочь это всё организовать, посоветовать, взять за руку. А взять за руку может. Но ты никогда не можешь... Ну, как я могу, например, приехав к вам, не зная культуру достаточно, не зная глубоких исторических вещей, как я могу вот так вот со стороны приехать и сказать, знаете, ребят, ну, вот что-то вот тут вот не так. Мне кажется, вот и упаковочка не та, вот лучше сюда зелёный цвет добавить. Кто я такой, чтобы советовать? Да, я могу какие-то вещи там глобальные посоветовать, но делать-то всё равно свои должны. И, возвращаясь к вашему вопросу, на мой взгляд, оптимально это государственное частное партнёрство, где все участники прекрасно понимают, для чего они сюда пришли, и они равны. Вот если удаётся создать государственное частное партнёрство, будет счастье. Ну, что ж, практически, да, становится понятно, что все мы творцы своего счастья. У нас ещё было много бы тем для разговоров. Хотелось очень поговорить о вашем проекте, который вы курируете, связанном с хракеем. Но время, время оно неумолимо. Я должен попрощаться с вами и с уважаемыми радиослушателями. Это была программа, посвящённая таком интересной вещи, как гастрономический туризм, и такой неизвестной, но, оказывается, очень важной вещи, как гастрономическая дипломатия. Ну, что, может быть, на весь смысл пожелать всем хорошего, приятного аппетита? Да, и, как говорят китайцы, чтобы каждый день мы имели достаточно еды и вкусной еды. У нас был в гостях Леонид Галиптерман, специалист по еде, по гастрономическому туризму и политике.